Это шестой матч для Интера в этой лиге чемпионов из девяти, которые они играют на ноль. В нашем опросе, который мы устраивали первым сегодня, в каком матче больше интриги из трех, Бавария, Сити, Челси, Мадрид набрали меньше 30%, больше всех в интригу верят в матче Интер-Бенфика. 47% из тех, кто голосовал и тех, кто нас сейчас смотрит, ты веришь ли в интригу в этом матче? Или, может быть, из двух других тебе кажется, она больше? Я просто читал немножко в чатах наших обоснованиях, что Интер мертвый. С такой линией аргументации я не согласен. Наверное, я тоже вытыкнул бы в этот матч, просто потому что в остальных еще тяжелее представить интригу. Но тут просто хорошего ответа нет. Почему я не согласен, что Интер мертвый, я думаю, тут рассказать не надо. Мы даже на прошлом стриме, по-моему, немножко касались этой темы. Интеру сильно не фартит, все не так плохо, как кажется. И в этом матче я не вижу интриги, если все будет более-менее по текущему течению идти. То есть, если достаточно догматичный тренер Роггер Шмидт не придумает чего-то кардинально нового, вероятность того, что догматичный тренер придумает что-то новое, с одной стороны, может быть, не нулевая, просто потому что сейчас его к этому толкают обстоятельства, нужно что-то экстра придумать под этот матч. С другой стороны, она все-таки не очень высокая. Так что, если все будет по текущей конфигурации, там одна схема, один набор футболистов у одной команды, в другой, то я думаю, что Интер своего не упустит тоже. Ну, наверное, если выбирать, я бы тоже ткнул в эту. Просто там просто помимо выбора еще были комментарии в чате про то, какой мертвый Интер, и вот я с этим не согласен. Но если меня заставить выбирать, наверное, тоже ткнул бы в пару с Интером Минфикой. Да, наверное, тоже здесь, но не потому что Интер мертвый, а потому что мы сравниваем с другими матчами, потому что сложно представить, что Сити проиграет больше, чем в два мяча, даже на выезде, и сложно представить, что Челос в нынешнем состоянии выиграет у Реала просто с любым счетом.